Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Лестница в небо». Программа, в которой мы обычно говорим о том, что мало или совсем неизвестно нашим согражданам. Мы говорим о православной вере и жизни православной церкви. Итак, величайший апостол Христа, святой апостол Павел однажды написал христианам города Солуни «Непрестанно молитесь». Иными словами, через апостола Павла Бог говорил жителям Солуни и нам с вами говорит, что Он хочет, чтобы мы к Нему обращались, чтобы мы открывали Ему свое сердце, чтобы мы Его просили. Причем Бог хочет, чтобы мы обращались к Нему не только тогда, когда у нас, как сейчас выражается молодежь, подгорает, а чтобы мы обращались к Нему в церкви, дома, всегда обращались. Сегодня у нас очень важная, я бы сказал, такая сокровенная тема. Мы поговорим о молитве. Какая бывает молитва? Что такое правильная молитва? Как православная церковь смотрит на молитву? И почему святые отцы называли молитву одним из самых трудных дел в жизни человека? И все эти вопросы мы обсудим, как всегда, с нашими уважаемыми гостями, которых я с радостью представляю. Итак, это священник Киевского храма в честь святых мучеников Адриана и Натальи. Одновременно директор научно-исследовательского института стеклопластиков и волокна отец Игорь Шумак. Здравствуйте, Бальчик. Здравствуйте. Профессор Киевской духовной академии Виктор Михайлович Чернышов. Здравствуйте, Виктор Михайлович. И представители православных приходов Киева и Украины. Здравствуйте, друзья. Ну, а начнем мы, как обычно, со слов священного писания, которые касаются нашей темы, молитвы. Пожалуйста, смотрим. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. От Матфея, 6 глава, 6 стих. Спасибо. Ну, вот и мой первый вопрос в связи с этим. Что такое православное молитв? Что такое с точки зрения православия вообще молитва? И что такое православная молитва, если можно? Пожалуйста, Матфея. Ну, человек до грехопадения был создан как существо духовное. И после того, как он пал, он мог бы продолжать общаться с духами, но в силу уже своего состояния греховного, это общение исключало духов положительных, ангелов и Бога, а подключало к общению духов злобы, бесов, дьявола. Поэтому, как говорит Писание, Бог одел людям ризы кожаные. Ризы кожаные – это наше тело. И мы оделись в тело, и мы лишены были возможности общаться с миром духов, с миром духовным. И вот молитва, церковь учит нас молиться. Молитва – это есть вот это возвращение человека с помощью слова, с помощью мысли в мир духовный. Я еще хотел добавить, что это в еврейском слове переводится как тфила. Тфила – это этимологическое слово «нафтулим», то есть борьба, схватка. И мы знаем, что вот схватка какая? Был Иаков, который боролся с Богом и наречил имя Израиль. И есть другие богоборцы, как, например, которые захватывают сегодня наши храмы, но которые тоже борются, только борются непонятно за что. Поэтому вот это тфила, борьба. – Итак, человек обращается в молитве к своему Создателю, Творцу. Вот мы только что слышали слова Господни, «Войди в комнату и обратись к Отцу Твоему, который втайне». Вот мы именно вот к Отцу Небесному обращаемся в молитве. Мы обращаемся… Вот мой второй вопрос. К кому мы обращаемся в молитве? – Молитва обращается не только к Отцу Небесному. Мы можем обращаться к ангелам, к святым угодникам, к Божьей Матери обращаться и тому подобное. То есть наша молитва, она имеет целевое назначение, то есть к кому мы обращаемся. Ну, а поскольку эти люди при своей жизни не стали святыми, мученики, преподобные, праведники, бессребреники, конечно, они стоят у престола Божьего и действительно не являются молитвенниками перед единым ходатаем за наши нужды, перед Иисусом Христом. – Да, Борисович, вы хотели что-то сказать, пожалуйста. – Да, я хочу добавить, что действительно молитва – это как раз и, как я уже сказал, это обращение к жителям мира духовного. Главный житель – и это Бог, это наш Господь. – И святые, ангелы, ангел-хранитель наш. То есть молитва – это наша беседа с духами, с жителями мира духовного. – Итак, дорогие друзья, дорогие наши зрители, итак, те, кто обычно спрашивает, а мы еще поговорим о сегодня вопрошающих, кому там молятся эти православные христиане? Мы обращаемся к нашему Создателю и вашему Создателю, да, в Троице единому Богу. Мы обращаемся и к Отцу, и Сыну, и Святому Духу – это одно существо. Мы обращаемся к Пречистой Богородице, к Матери Господа Иисуса Христа, к ангелам. Молитва наша различна, но наше внимание, наше сердце обращено вот в этот мир, к которому мы были причастны, а потом его потеряли. Я пока ничего не сказал, не канонического, да? – Да, все. – Вот я вспоминаю, что, может быть, вы прокомментируете, один архиерей нашей церкви сказал замечательные слова, когда вот его спросили, ну вот как это с Богом, с Богом разговаривать? Вот спросили его, он говорит, ну вот ты вот когда-нибудь был влюблен, предположим, вот молодой человек любит девушку, причем любит по-настоящему, и он же может целыми сутками с ней разговаривать, да, и ему не скучно. Вот если у тебя вот такое есть к Богу, что тебе все время с Ним хочется говорить, все время хочется Ему открывать свое сердце, вот у тебя и есть молитва, вот это уже, вот это есть молитва. То есть молитва, это, если я не ошибаюсь, это обращенность к Богу, так вот, обращенность к Богу и к Его миру, к Божьему миру, к Богородице, к ангелам. Вот мы здесь в студии говорили о том, что и Богородица, и ангелы, и святы могут перед Господом за нас ходатайствовать. Вот, а вот у меня еще такой вопрос. Но ведь молятся, во всяком случае говорят, что молятся, нет, ну молятся, конечно, и первобытные племена, там, скажем, да, молятся, и там всякие там харизматические секты молятся, то тогда, чем православная молитва, молитва православных отличается от иных молитв? Пожалуйста, если можно. Ну, если мы возьмем дикарей, как правило, дикари – это язычники, вот, поэтому там тотемизм, это тотемы, это те, кто не видит, не слышит, и стуканы, из которых они делают, поэтому, конечно, это молитвы в никуда, образно говоря, то есть таких молитв, кто их услышит. А что касается сектантов, то, конечно, они не молятся ни Божьей Матери, ни ангелам, сон ангелов они не признают. Когда мы говорим, вот, поэтому мы говорим, это не ходатай, это молитвенники перед единым ходатайом, то есть пространство между Христом и нами, оно огромное. Вот, поэтому вот этот вот сон святых, подвижников, праведников, мучеников, вот они как бы заполняют это пространство, и оно является молитвенником перед этим единым ходатайом, который есть Господь наш Иисус Христос. Потому что нас всегда сектанты пытаются поймать за это, говорят, а вот ходатай один, здесь написано. А мы говорим, да, ходатай один, но есть молитвенники перед этим ходатайом. Мы еще о различных видах неправославной молитвы, еще, я надеюсь, сегодня поговорим, отец Игорь, мы с вами об этом говорили до программы, и я думаю, вернемся. Ну, сейчас я хотел бы обратиться к нашему третьему ГУСе, к нашей уважаемой студии, к нашим гостям в студии, и вот спросить вас, а потом и отец Игорь, пожалуйста, и отец Виктор Михайлович, простите, тоже можно сказать свое слово, но вот я хочу обратиться к студии. А зачем нужно молиться? Это очень интересный вопрос, ведь большинство людей не молится вообще. Зачем нужно молиться? Некоторые считают, что нужно молиться, чтобы что-то выпросить. Квартиры нет, жениха нет, мужа нет, еще чего-то нет, денег нет. Итак, пожалуйста, кто бы в студии хотел сказать вот по такому вопросу. Зачем нужно человеку молиться? Меня зовут Артем, здравствуйте. Ну, молиться можно по всякой нужде, помощи, можно молиться, чтобы Бог помог с грехами, со страстями своими справиться, просить смирения, покаяния, ну, о здоровье близких просить, с благодарностью молиться Богу. Спасибо, спасибо, это очень важно, вы сказали. Кто-то еще что-то хотел добавить? Да, я хотела бы добавить, что, к примеру, вот Акафист, благодарственный Акафист, он сам по себе даже вот его читаешь, и он безумно красивый, написан таким слогом особым, и просто вот удовольствие получаешь не только от процесса, когда ты вот именно молитвенного, а просто чтение от этого Акафиста, я его просто очень люблю. Хотела бы сказать, что вот у меня есть друг-атеист, и как-то мы с ним разговаривали, и он говорит, все-таки вот, ну, как хорошо, когда у тебя есть вера в Бога, потому что, говорит, я иду, и мне, к примеру, какие-то бывают моменты, вот мне страшно, или какие-то моменты, которые я не знаю, как мне поступить. И, говорит, я не знаю, что мне делать, а я просто понимаю, что в один момент я могу обратиться к Богородице, к своему Ангелу-Хранителю. И я понимаю, что в этот момент мне уже не страшно, у меня есть помощь, и это как раз то заступничество, которое ты всегда чувствуешь, что сзади тебя кто-то есть, и тебе в любой момент могут помочь. Спасибо большое, замечательно, замечательно. Были произнесены очень важные слова, очень были важные слова произнесены. И для наших зрителей, уважаемых, которые еще не вошли в церковь, не переступили порога храма, я скажу, что Акафис, пускай вас это слово не смущает, это такой вот, одна из разновидностей, скажем, это собрание молитв, это собрание молитв, православных молитв. Было подмечено сейчас, что молитва защищает человека. Молитва человека, Артем говорит, молитва человека делает лучше, это очень важный момент. Я веду сейчас очень важному, может быть, первому нашему важному выводу, почему даже молитва необходима, скажем, почему она ему необходима? Не просто она ему помогает, она его защищает, Она ему необходима. Что вы скажете об этом? Молитва вводит как бы в нас пространство божественной благодати. То есть это как хлеб, который мы кушаем. Есть духовный хлеб. Духовный хлеб, конечно, это молитва, потому что это форма общения с Богом. И правильно замечено, что есть просительные молитвы. Мы просим все у Бога, что только нам нужно, но Бог не все нам дает. Потому что, как сказано, любящим Бога и признанным по его изволению все содействует ко благу. Поэтому он дает нам только то, что нам полезно. То, что может способствовать росту нашей души. А если мы просим какие-то вещи, которые нам будут не на пользу, а Господь же промыслитель, Он же знает вперед, что нам полезно, что нет. Поэтому мы не получаем. Просим и не получаем. Вы сейчас практически отвечали на один вопрос, который собирался поднять. Я хочу сейчас, друзья мои, я хочу прочесть фрагмент из Евангелия, маленький совершенно, который подводит нас к важнейшему вопросу нашей первой страницы. Какая главная цель наших молитв? Господь наш говорит, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его. И это все вам приложится. Исходя из этого, если можно, батюшка Виктор Михайлович, какова же главная цель молитвы? Главная цель молитвы – это вернуть нашу душу к святости, вернуть нашу душу к Богу. Вообще молитва, так вот, знаете, она на первых порах воспринимается как что-то словесное. А святые отцы пишут, что часто бывает молитва и безмолвная. То есть молитва – это жизнь, молитва – это состояние. Молитва – это уже то состояние, когда человек чувствует себя в благодати Божьей. И тогда слова не нужны. Тогда человек уже… Ну, это высшее счастье, высшее, чего может достичь человек земной. Итак, если я правильно понимаю, а это сейчас очень важно, я прошу быть внимательными всех, кто нас сейчас слышит. Значит, целью молитвы является вот то самое Царство Божие, о котором говорит Господь, да? Вот которое нужно искать. Так по молитве сказано. Да, вот его надо просить. И остальное приложится. Мы здесь поставим небольшое многоточие. Мы к этому моменту приложения сейчас еще вернемся. Но вот мы сейчас сделали очень важный для себя вывод. Цель молитвы – это Царство Божие. А мы в этой студии не раз, друзья, говорили, что войти в Царство Божие может только изменившись. И вот сегодня вот говорили в студии, Артем говорил, что нужно очиститься, лучше стать. В молитве человек просит Бога – сделай меня таким, прости мне мое превышение, и чтобы я мог в Царство Божие Твое войти. И Христос это прямо в Евангелии говорит. Вот для чего нужно молиться. Спасибо большое. А я хочу обратиться к нашим гостям в студии. Значит ли, то, что мы сейчас сказали, очень важные вещи мы сказали, значит ли это, что о выздоровлении, в болезни, о получении хорошего жениха или невесты молиться не нужно? Значит ли это, что не нужно молиться о житейских своих проблемах, нуждах? Пожалуйста, если можно, было бы хорошо услышать. Здравствуйте, меня зовут Марина. Я думаю, что молиться, наверное, нужно. И нужно же кому-то это сказать, что у тебя на душе, какие переживания, но как учили в воскресной школе, как учила всегда мне моя мама, всегда нужно добавить в конце и как будет на то воля твоя Господи, потому что ты можешь напросить себе кучу всего, а нужно ли это или не нужно. Поэтому попросить, но положиться еще и на волю Господа, чтобы как нужно, так он и управил. Спасибо. Спасибо большое, спасибо. Спасибо. А вот Христос говорит, не беспокойтесь о том, что есть или пить, всего просят и язычники. Вот давайте немножечко, чего язычники обычно просят? Вот чего обычно язычники просят? С чего хотят язычники? Ну, это то, что вкладывается в формулу греха. Похоть плоти, похоть очей, города житейства. Вот это как раз всего язычники и просят. Ровно то, с чем борется Христос, с чем борется церковь, и ровно то, что она старается снивелировать, поднять наш дух и, собственно, чтобы духовное возобладало над этим плотским, мирским. Вот. Это просят язычники. Язычники просят, да? А мы просим Царство Небесное. Да, а они просят. Оно и пришло, и придет еще, потому что мы говорим, Царство Божие сказано внутри нас есть, это одно измерение, и оно еще придет в своей полноте, когда будет второе пришествие Спасителя. Да, да. И потом надо помнить, что вот эти слова Христа были сказаны как раз в тот мир, который был окружен язычниками, и которые, то есть он сказал, что не заботьтесь, но с другой стороны он дал им молитву Господню, в которой сказал, хлеб наш насущный, даже нам не есть, что мы просили. Да. Хлеб насущный. Да. То есть это не просто хлеб, который я хочу, а хлеб насущный, это хлеб, который действительно мне нужен. То, что необходимо. Да. Сегодня еще, сегодня о молитве Господней у нас будет целый раздел о молитве Господней. Спасибо, что вы это вспомнили. Это очень важно. А вот сейчас вот для наших зрителей тут тоже такое небольшое, как говорят французы, а пропо. Смотрите, Виктор Михайлович говорил, просят различных похотей своих, хотят власти, денег, властвовать над ближними, хотят... Кружая. Да, да. Хотят статуса, хотят, что там еще хотят, каких-то особых телесных удовольствий и, простите за выражение, извращений. Вот этого всего хотят язычники. И должен вам сказать наши дорогие зрители, если вы себя ловите на подобных желаниях, а также, чтобы у сусида сгорела хата, предположим, или там помырла корова, иногда язычники этого тоже хотят, и они там ворожат, или там что-то еще такое делают. Вот это все просят язычники. А мы, православные, мы просим Бога, его царство. Идем дальше. Вот нас иногда искушают таким вопросом. Вот человек меня спрашивает, я иногда выписываю себе некоторые вопросы из интернета. Ведь Бог всезнающий, так? Он знает о всех нуждах наших, так? Итак, зачем же тогда молиться Богу? Вот такой вот вроде бы такой немножко лукавый вопрос. А зачем молиться Богу, если Он и так знает о наших нуждах? Кто может нам сказать по этому поводу? Зачем нужна молитва, если действительно Бог, нас говорят, что Бог у вас любовь, и Он вас любит, и каждое ваше дыхание слышит и знает ваши нужды. А для чего что-то молиться? А это синергия, соработничество с Богом. Соработничество. То есть, с одной стороны, да, Бог действительно знает, но с другой стороны, Он ждет от нас вот этого детского лепета. Потому что Господь сказал, будьте как дети. И вот мы должны в этих просьбах своих, как у Отца Небесного, просить того, то, что нам... Он действительно наши нужды знает. Даже как прежде нашего прошения. Но Он же желает, чтобы мы к Нему действительно обращались, как дети, и просили то, что нам необходимо, то, что нам... Тот минимум, который написан в молитве, вот Ченаш. Потом часто бывает молитва, молитва словословия. Это когда я просто общаюсь. Просто я выражаю свои мысли по отношению к какому-то явлению, к какому-то своему состоянию, и я просто общаюсь с Богом. Это тоже молитва. Без нее душа приземленная. Молитва благодарность. Это тоже молитва. И она тоже нужна нам, кроме прошения. То есть без этого жить не молча. Спасибо. Это очень важно. Это очень важно. Братья и сестры, позвольте себе обратиться к нашим зрителям так. Вот наша молитва не должна быть... Вот я сейчас продолжаю мысль отца Игоря. Не должна быть дай, только дай, только дай. А спасибо, а слава тебе, а слава тебе. Вот эта молитва, слава тебе, выше, чем дай. Я вот встречал в литературе. Это не только моя точка зрения. Я встречал в литературе. Вот. А еще, значит, я встречал еще в литературе неправославной. Вот. С такой тоже приходилось сталкиваться. И вот я сейчас к отцу Игорю хочу адресоваться, потому что отец Игорь знает хорошо Восток, Японию, Китай. Он жил в Японии 8 лет, батюшка. Так, если я не ошибаюсь. И вот нам сейчас из неправославных пространств нам говорят, а я занимаюсь медитацией. И я ничего не вижу, разницы никакой между медитацией и вашими православными молитвами. Отец Игорь, вот в чем разница? Причем принципиальная, мне кажется, разница. Знаете, ко мне тоже часто приходят ну такие современные, образованные, довольно успешные люди и говорят, что я вот посещаю йогу или посещаю там какие-то курсы медитативные. И в принципе мы занимаемся тем же, чем и вы. И, ну вот это, конечно, прискорбно. Это говорит о том, что человек духовно очень на низком, в таком сознательном уровне. Потому что возьмем главное отличие, возьмем объект молитвы. Молитва православная, молитва христианская – это объект, это Бог, это Бог, это святые, это мир духовный, мир духов. В медитации, кстати, я хочу сказать, что слово медитация – это не восточное слово. В восточном языке нет его, и никто его не знает. Это слово пришло с запада, с католических таких вот практик, когда это… когда это… «Заёла». «Заёла». Да, да, да. Да. И она означает такое сосредоточение, углубление в себя, отрешение от всего окружающего. То есть вот медитация – это как раз отключение от Бога, отключение воли, потеря человеком контроля над своей волей. И никогда православная молитва или никто нам никогда не скажет «Отключите свою волю». То есть мы, наоборот, всегда должны контролировать. Вот из вот этих вот восточных, сначала языческие, потом вот эти восточные, буддийские, индуистские практики пришло, и вот это такая практика, как, знаете, ну, полного… полной потери контроля человека, над собой. Это сейчас вот эти говорения на языках, это… То есть когда человек считает, что вот такая потеря сознания, потеря контроля над собой – это действие божественной благодати. Хотя это не так. Мы, контролируя сознание, мы подходим к Богу. Человек, когда теряет сознание, контроль над сознанием, он… Есть большая опасность попасть как раз в мир духовный, темный. Вот. И еще одно огромное отличие. Ни одна медитативная практика никогда не скажет вам, что предшествие молитвы – это чувство раскаяния. Только православная, только христианская молитва. Сначала пришел Иоанн Креститель и сказал, покайтесь, приблизилось, сделайся во Царствие Небесное. Покайтесь. А потом вы будете с Христом, потом вы увидите Его, потом вы увидите Бога. То есть сначала я перед молитвой должен понять свою греховность, я должен раскаяться, и только в этом состоянии я смогу начать молиться. В отличие от медитативных практик. Два слова. Да, пожалуйста. Вы знаете, дело в том, что весь Восток строится на таком религиозно-философском учении, как пантеистический манизм. Это все в единстве. Но Бога как личности у них нет. Ни в брахманизме нет, ни в буддизме нет. И поэтому не к кому обращаться. Ведь мы молитву возносим к кому? К личностному Богу. А поскольку Бога нет как личности, вот они меняют это, так называемые, медитацией и мантрами. Мантры – это ни в коем случае нельзя ставить знак разницы. Потому что это определенный звуковой, ну, это или слово какое-то сакральное, как они считают, или какой-то звук, который вот тебе раздвигает твою, так сказать, границу твоего «я». Ближе к заклинанию. То есть это все равно, да, это все равно расчесывается на гордыне самого человека, который медитирует. Да, да. Спасибо. Друзья мои, вот и так здесь отметим, наша молитва к Богу – это отношение двух существ. Двух существ. В идеале существ, которые друг друга любят. А медитативные практики нам говорят наоборот, нет никакого Бога, и тебя нет. Желательно, ты должен раствориться, тебя нет. Убери свое «я». И тогда мы открываемся, как вот попросту говоря. И кто знает, кто в нас войдет тогда, вот в нашу душу. Вот здесь еще одно, хотел сделать замечание, и сразу же двигаемся дальше. Дальше. Часто встречаю такую замечательную фразу, отец Игорь затронул сейчас этот момент, когда говорил, что молитва – это не только разговор с Богом, а это предстояние Ему, это тоже молитва. Вот я встречаю такую часто фразу, не знаю, кто ее произнес, но замечательно. Если ты молишься только утром и вечером, утренним и вечерним правилом, ты вообще не молишься. Настоящая молитва – это когда ты ходишь перед Богом, когда ты ходишь и ощущаешь присутствие любимого существа. А вот сейчас хочу обратиться к нашей уважаемой студии, к гостям нашим. Вот вы заметили, вы заметили, собственно, ко всем, но прежде всего к студии хотел обратиться. Вы заметили, что вообще-то молиться тяжело. Молиться тяжело. Вот, предположим, фильм идет полтора часа художественный, да? Полтора часа фильм посмотреть, но нечего делать. Попробуйте полтора часа молиться. А двухсерийный фильм, три часа, я спокойно посмотрю. А попробуйте три часа подряд молиться. Попробуйте, наши дорогие, уважаемые зрители. И вы поймете, что здесь что-то другое. И вот я сейчас обращаюсь к зрителям, практически даже с двумя вопросами к нашей студии. Скажите, пожалуйста, почему трудно молиться? Почему трудно молиться? Ну и если, и в догоночку еще вопрос, что или кто препятствует молитве? Вот такой у меня вопрос. Это для нас, для всех. Пожалуйста, кто бы хотел начать? Мне, допустим, трудно во время молитвы сконцентрироваться, собрать внимание, держать его все время. Постоянно мысли мешают, куда-то уходят. А почему, вот почему, почему, почему так трудно? И почему, куда девается это внимание? Почему? Ну, в общем, я останавливаю, почему. Да, вопрос. Слушаем, пожалуйста. Ну, меня зовут Марина. У меня часто бывает такое состояние, как будто бы идет сопротивление очень сильное, как психологический барьер, такое очень чувство, мистическое прямо. И ты понимаешь, что это вот кто-то или что-то тебе не дает молиться. Это на самом деле очень трудно и очень важно. и скорее ты ищешь ответы на эти вопросы, чем задаешь себе, а кто это. Ага, спасибо, спасибо. Ну, может быть, мы еще, скажем, поговорим об этом. Пожалуйста, почему трудно молиться и что препятствует или кто препятствует молитв? Знаете, я бы хотел сказать, что существует как бы здесь два по максимуму, что препятствует, вернее, кто молится и по минимуму, совершенно более конкретно, что препятствует, по большому счету, вообще это дьявол, это мир и похоть плоти. Дьявол, совершенно конкретная личность, как мы знаем, падший дух, который, и все бесы, это хронофаги, то есть похитители нашего времени. Мы, друзья, всего найдем время, но не найдем время для молитвы. Для всего. Правильно, вот вы сказали, что и фильм посмотреть, и в гости сходить, и что-то там с друзьями, но как только молиться, то, конечно, эти хронофаги, от хрона, с хроноса Бог в Риме, и даже Зевш боялся. Пожиратели времени. Вот мир, это вся мишура, которая окружает двери нашей плоти, как говорят святые отцы, во всем своем многообразии. И похоть плоти, соответственно, это наше чувственное влечение, которое часто незаконное. Вот. Это в широком смысле. А более в узком, это, конечно, уныние, памятозлобие, отчаяние, неисповедные грехи и так далее. Итак, подводя нас к завершению нашей первой страницы, очень важно, что есть молитва. Итак, если такое сопротивление врага рода человеческого, то, наверное, молитва – это что-то очень важное и что-то очень хорошее. Мы, православные христиане, говорим, сатана, лукавый, он не хочет, что мы вошли в Царство Небесное. Он сам уже войти не может и покаяться не может. И он старается, чтобы и мы не смолили. А молитва – это ключ, это один из важнейших путей к Богу. И вот посему трудно молиться. И вообще всякое хорошее дело для спасения трудно делать, но это признак того, что это хорошее дело. Что же мы скажем, завершая первую страницу нашей программы? Молитва – это вознесение души человеческой к своему Создателю. Прошение, словословие, восхищение как любимым существом. Это общение со своим Создателем. Вот что такое молитва. Молитва может быть и благодарственная, молитва может быть и просительная, и покаянная, что очень важно. Целью молитвы является, безусловно, Царство Небесное. Когда мы просим, Господи, Господи, помоги мне стать лучше, чтобы я мог с тобой жить вечно. И, кстати, таким людям, которые только этим занимаются, Господь и в житейских делах помогает. Такой вот тут закон. Вот. Ну и, наконец, последнее. Никто не запрещает нам, никто не запрещает нам просить Христа, Богородицу, святых, о наших житейских нуждах. Потому что Бог любит нас. И ему приятно, когда его дети обращаются к нему. Как приятно отцу, когда дети приходят о чем-то, лепечат и просят. Это нормально, он их любит. Переходим к второму разделу, где мы поговорим о том, как правильно молиться, и какие здесь бывают ошибки. Но сначала я бы хотел, чтобы мы послушали еще один фрагмент из Евангелия. Пожалуйста. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии в своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Вот такой интересный момент прокомментируйте, пожалуйста, батюшка Виктор Михайлович, вот этот, именно этот фрагмент Евангелия, пожалуйста. Вот. Что вот это вот за многоговорение язычников, что они вот лишнее, много говорят. Почему они много говорят? Вообще, что это такое? То, что язычники предстояли пантеону богов, и каждый бог отвечал за какую-то свою сферу. Поэтому вот в своем многоязычестве, на языче, они считали, что будут услышаны. Но вопреки вот этому примеру, мы видим другие моменты на страницах Нового Завета, например, того же разбойника. Потому что Господь, как говорится, от избытка сердца говорят наши уста. И поэтому Он читает язык нашего сердца. Для Бога можно даже молчать. Вот, что, собственно, подвижники и делали, и сихасты. Вот, пред Богом можно и молчать. Это тоже молитва, форма общения с ним. И один вопль этого разбойника, преступника, он ввел его в Царство Небесное. Вот, вот, поэтому что можно, вот, если образом сказать, метафорой такой, кто, вот как Голиафы, битва, Давид победил его одним камнем из прощей. Вот это и есть, собственно, метафоричное слово молитва, это камень, а прощает и на шумста. Вот надо поразить Голиафа в своем сердце, то есть вот эту гордыню, уничтожить ее, для того, чтобы, соответственно, мы духовно... А язычники, они... Ну, язычники считали, что чем они больше будут говорить, тем они лучше говорят своих богов. Поэтому у них были определенные люди, которые, если человек не умеет, они за него говорили. И, кстати, сейчас многие члены, некоторые члены общества относятся и к священству, точно с этой точки зрения, с этого положения, что я постою, а ты поговори. То есть вместо того, чтобы самому пытаться обращаться к Богу. Да, и поэтому как молиться? В первую очередь необходимо опускать себя самого до состояния покаяния. В первую очередь надо оставить заботы, оставить вот хорошее восклицание, есть во время литургии, горе имеем сердца. Сердца имеем вверх, поднимаем сердце вверх. И когда вот эти все наши заботы, они остаются где-то там. Вот говорили буквально только что, что мешают мысли молиться, да, вот это и есть забота, это есть мысли о чем-то мирском, мысли о своих каких-то проблемах. когда мы говоря с Богом думаем об этом, это мы лишний раз подтверждаем то, что мы не верим тому, что мы говорим с Богом. Если царь передо мной сидит, а я буду говоря с ним еще и думать о том, что вот там у меня уже надо бы сковороду купить новую, извините, это не разговор с царем будет. Я с царем буду говорить о том, что для царя нужно в этом разговоре. Поэтому и молитва точно так же. Нельзя говорить с царем царей и думать в этот момент о чем-то, что не имеет никакого смысла в этом разговоре. Спасибо большое. Спасибо. Как точно сказано, вот если пришли мы не к царю, даже к начальнику, и от его решения что-то важное в нашей жизни зависит, квартира, повышение должности, повышение оклада, да мы же каждое слово его ловим, мы в глаза ему смотрим, мы, и это всего лишь только начальник, вот такое же создание Божие, как и мы. А тут создатель мира, наш создатель. И мы при этом, как вот сейчас сказал батюшка, думает о покупке какого-то там сковороды или там, скажем, холодильника. Ну, о чем можно говорить? И мы, спасибо огромное. И сейчас вот мы плавно переходим к следующему вопросу. Мы переходим, что нужно, и я хочу обратиться сначала к нашим гостям в студии. что нужно с вашей точки зрения? А потом мы все поговорим, подключимся. Что нужно, чтобы молитва наша была услышана Богом? Чтобы она была услышана. Тут какие-то нужны условия. И не одно, наверное, условие. Но я не буду забегать вперед. Пожалуйста, кто бы хотел начать? молитва должна исходить из сердца. То есть ты должен обращаться к Богу в спокойном состоянии, когда какая-то, может быть, тишина есть, когда какой-то полумрак, когда икона есть обязательно. Ну, в принципе, можно даже и без иконы. Но вот когда-то изнутри должно исходить из тебя именно, в принципе, или благодарность, или просьба, или покаяния. Вот, наверное, вот так. Да, да, спасибо большое. Спасибо. Кто-то еще, пожалуйста? Кто-то? Я вспоминаю, прошу прощения, вот я вспоминаю, все, кто молится, да, 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 сейчас я дам слово обязательно. Я просто вспомнил в утреннем правиле, помните, первая молитва, утреннее правило, молитва мытаря, да? Боже, милости будем негрешному. Сколько здесь слов? Ну, совсем ничего. Эта молитва стоит первой у православных христиан в утреннем правиле. Боже, милости будем негрешному. Эта молитва, и мы знаем, что она связана с Евангелием, я сейчас не буду на этом останавливаться, хотя очень хочется, у нас следующая программа будет Евангелию посвящена. Пожалуйста, кто-то еще хотел сказать в студии, мы слушаем. Я хочу сказать, что молитва должна быть, что в молитве должен быть смысл, то есть ничего, как сказать, лишнего, и вот тоже молитва должна идти от души, от сердца, и вот слова должны быть сформулированы в молитве, и самое необходимое без, так сказать, без лишнего чего-то, ну, то есть, ну, как бы так. Ну, вот сейчас, давайте вот продолжим этот разговор. Какие еще условия? Помните, Господь же не зря спрашивал у болящего, у слепого, там спрашивал, хочешь ли? Да, да, хочешь ли, веришь ли, что я могу это сделать, вот, веришь ли, что я могу это сделать. Мне кажется, что вера тоже является необходимым условием для того, чтобы вас услышали. Как уже говорили, первое, самое главное, это синергия, синергия, то есть, это соработничество, движение навстречу. Бог и человек, синергия, совместное действие, да? Второе, следующее, очень важное, это человеческое состояние, вот, то есть, во время молитвы, в каком мы находимся состоянии? Мы знаем, Писание говорит, что грешников Бог не слышит, вот, поэтому, вот, приведение человека в состояние, из которого уже я могу общаться с Богом, взывать к Нему, вот этому помогает таинство церковное, то есть, это исповедь, это причастие, это то состояние, когда вот мы, действительно, уже сердце, сердце чисто, содействия Божия, то есть, сердце, как содействовать его? Ну, как мое сердце, из него, вот, из этого греховного аппарата сделать чистое сердце, которое может говорить с Богом с помощью таинств, то есть, это через промывать, через омытие исповедью и через причастие, поэтому, когда мы уже участвуем в таинствах, мы обращаемся к Богу, и тогда нет ни одного слова нашего перед Богом, которого он не слышит. Он слышит и понимает все. Спасибо, Господи, да, Павел Старе. Добавить хотел, вы знаете, что молитвы вообще пришествуют, вот в Израиле говорили, что три вещи освобождают от проклятия Божьего. Это пост, это милостырь и молитва. Вот пост, это все пришествия, почему это молитвы наиболее, это человек томит свою плоть, когда, как бы, сеющий в плоть, от плоти же мунает тление, а сеющий в дух, от духа пожинает жизнь вечную. Когда человек сознательно и добровольно, значит, томит свою плоть, чтобы во славу Божьей, потому что мы можем во имя идола любого, пожалуйста, вам не будет препятствовать. Но если ты говоришь во имя Иисуса, вот ты сразу будешь искушением. Вот это всегда назывался покаяние, батюшка сказал, это тшуа по-еврейски называется, и милостыня. Милостыня – это цдака, то есть это справедливость переводится. Не взять на деньги, правильно? Да, конечно. И дающий, и берущий в Израиле – это одно, одно целое. Потому что, чтобы не возгордился дающий, берущий может и не взять. Вот спасибо большое. Еще хочу обратить не ваше внимание, дорогие наши зрители. Отец Игорь сейчас говорил, Виктор Михайлович тоже соглашался с этим, и я подхватываю эту мысль. Если мы с Богом, который есть любовь, нам апостол Иоанн Богослов открывает эту величайшую истину, что Бог есть любовь, с Богом, который есть любовь, говорим сами, будучи не только нелюбовны, не только непримирительны с ближними, а наоборот, озлобленны и так далее, мы чужие ему, мы чужие ему. И как же мы можем просить у Бога любви, будучи сами злые? Да ну не можем мы этого просить, понимаете, не можем. И наоборот, осуждая в себе это зло, даже чувствуя себя, но осуждая в себе это зло, человек может рассчитывать на помощь и на ответ на молитву. И еще очень важно сейчас то, что сказал батюшка, это то, что церковь православная, единственное место, мы говорили в этой студии не раз, единственное место, где человек может встретиться с живым Богом, попросить у него прощения, получить отпущение грехов, причаститься его телу и крови и начать жизнь новую, как ангел, как вот отойти от чаши Христовой, как ангел, вот. Ну вот и еще, мне кажется, есть, ну, наверное, много, но вот есть еще одно важное условие, о котором Господь часто нам говорит, это неотступность в молитве, да. Вот вы помните, кто читал или читает Евангелие, помните знаменитую притчу о неправедном суде, да, вот неправедном суде, я вам коротко скажу, кто еще не пришел к Евангелию, я вот точно вам советую. Вдова просила неправедного судью, который Бога не боялся, который вообще творил, что хотел, вот, и она его просила защитить от обидчика, и он, будучи человеком злым, видимо, Бога не боялся, видимо, взятки брал, все, и даже этот судья сказал, ну, она мне так надоедает, эта вдова, возьму-ка я ее и защищу ее, и сделал это, и Христос говорит, слышите, судья неправедный смог, так, Отец Небесный, который вас создал, любит вас, неужели он не услышит вашу просьбу? Ну, вот, нужно ли готовиться, вот, приготовливать свое сердце к молитве, вот, и мы немножко уже об этом, честно говоря, сказали, вот я где-то читал, что человек говорит, я, когда начинаю молиться, я все гадости, свои грехи перед Богом это выкладываю, становлюсь на крайне, вот я какой, Господи, да, сердце сокрушенное, сказанное и смиренное, сердце сокрушенное и смиренное, Бог не уничтожит. Сейчас хочу, да, пожалуйста, я хочу сказать, я хочу сказать, что самое главное, это все-таки связь с Богом для молитвы, то есть, опять-таки, чтобы эта молитва не превращалась в медитацию, когда нет живой связи с живым Богом, вот, и часто мы встречаем это, что человек встает на молитву, отторобанил и уходит, то есть, нет живой связи с Богом, тогда действует человеческая плоть, действует человеческое сознание, человеческое я, ни к чему хорошему оно привести нас не может. И здесь мы, по-моему, еще подходим к одному условию правильности молитвы, это внимание, да, вот, нерассеянность, о которой сегодня говорит, думай о том, думай о том, ну, ничего в таком состоянии не было, именно внимание, это очень трудно, поначалу, но, кто хоть раз открывал православные молитвы слов, знает, там написано, что с вниманием сердечным молись, то есть, обрати внимание в сердце, если мы успеем, мы сегодня еще об этом поговорим, а я сейчас хочу обратиться к нашей уважаемой аудитории в студии и прочитать вам, я уже знаете, кто смотрит нашу программу, я просто в социальных сетях нахожу иногда некоторые письма к священникам, на православной и неправославной сайты, просто переписать, вот нашел одно письмо, хочу, естественно, никаких имен я не называю, печитаю его, хочу поделиться с вами своей радостью, в последнее время, во время утренней молитвы, я переживаю замечательные минуты, я не только чувствую присутствие Господа, Богородицы, своего ангела-хранителя, но отчетливо их вижу, иногда слышу слова, обращенные ко мне, в такие мгновения я забываю о времени, представляю себя стоящим возле креста, то сидящим на тайной вечере, может не стоило бы рассказывать о таких личных моментах, но мне очень хотелось с вами поделиться, вот мой вопрос к нашим гостям в студии, пожалуйста, вас ничего не смущает, скажите мне, не смущает в этом письме, и что здесь для нас, православных, так кажется неправильным, пожалуйста, кто бы хотел высказаться? Мне кажется, что в молитве не надо стремиться к каким-то чувствованиям, представлениям, что это как-то, скорее, в прелести человек, наверное, бывает. Да, безусловно, православие не принимает никакого воображения, да? Никакого воображения. Это визуализация называется, это не наша практика. Нас от этого предостерегают. Это католическая практика, она нам суждена. Давайте продолжим этот момент. Да, вот, да, вот. Кто-то еще сохранил? Ну, в дополнение, можно сказать, мне кажется, скорее, такие вещи происходят тихо. Вот чудеса, видения, звон слышно. Он не происходит, мне кажется, во время молитвы, такой целеустремленной, как-то это, может, психологические какие-то, даже отклонения. Да, 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 это опасно. Спасибо, да, это опасно. Вот, что смущает вот в этом вот послании? Вот визуализация, чем она опасна? А тем, что это совершенно, знаете, как говорят, если пилот-авиолайнер уклонится всего на один градус, то он сядет в совершенно другом регионе страны. Вот именно здесь. Начинается с неправильной молитвы, то впоследствии вся практика, вот, собственно, католическая, она даже иконография совершенно другая, где мы видим чувственное начало, на этих полотнах католических художников, которые там исполняют это все. То есть это тоже торжество плоти, но к тому же нимк нарисован, полуголые тела, то есть человек, являющийся дезориентируем. А почему? Он начинается с того, что неправильная молитва. Неправильная молитва. Неправильная молитва. Вот эта визуализация, представление различное себе, он накручивает. Это чисто психологические трюки. Это не духовное, это душевное. Это совершенно разные вещи. Кстати, это тоже пришло из йоги. Вот есть целое направление в раджа-йоге. Раджа-йога — это царственная йога, если перевести. Целое направление есть, когда люди представляют себя сначала в тепле, потом какое-то прохладное дуновение ветерка, потом на какой-то поляне, потом окруженные какими-то цветами. То есть это вот эта визуализация, когда человек, чувственный мир, мир физический, пытается внести в жизнь духовную. Это опасная вещь. И я уже говорил, святые отцы нас от этого предостерегают. То есть ни в коем случае, если святитель Игнатий Бринчинов писал, что если вдруг во время молитвы ты явственно увидишь ангела или Христа, останови молитву и успокойся, то есть этого не должно быть. Поэтому каждое произведение, каждое слово святых отцов о молитве, оно говорит о таком штрихе, который ведет нас к главному, к Богу. Штрих, а не набор, знаете, таких вот явственных картинок, через которые мы можем перейти это. Этого не должно быть. И это, да, вот это начиналось у иезуитов еще, которые начали захватывать. Лайола. Да, когда начали захватывать языческие миры, и они оттуда, по-видимому, это взяли. А сейчас у многих вот харизматических организаций там тоже есть вот эта визуализация или провозглашение. Сейчас даже и дальше пошли. Теология процветания. Да, да, да. Ты можешь визуализировать все, что тебе нужно. Давайте я провозглашу, что я должен получить. Да, 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 да. Спасибо. Вы знаете, когда читаешь фрагменты некоторых молитв, так называемых святых, там, Терезы Авильской, там, или там, Франциска Осисского, «Господи помилуй, там такие вещи, там такая плоть, там такие ужасы». Для нас православных волосы дыбом становятся, когда там какая-то там Анжела, которую называют святой, говорит, что ты уже муж мой, а не Бог мой. Это кошмар. То есть человек себя до визуализации довел до эротических фантазий. Вот, прости, Господи, вот к чему приводит визуализация. Где мы же православные, мы знаем только образ, образ, который на иконе, без всяких ангелочков пухленьких и так далее. Мы обращаемся к миру иному. Икона – это окно в совершенно иной мир. Сейчас я подхожу к одному принципиальнейшему вопросу, но прежде я хочу спросить у наших гостей в студии один такой вот каверзный вопрос. А можно ли просить в молитве, вот мой сосед, нехороший человек, мой начальник, нехороший человек, а можно ли попросить в молитве, Господи, накажи его, ну пошли ему какую-нибудь болячку, прости, Господи, чтобы он как-то не приходил к нам на работу и нам нового хорошего начальника послали. Вот мой такой коротенький вопрос. Можно или нельзя так молиться, и если нельзя, то почему? Вот, пожалуйста. Кто по этому поводу хочет сказать? Ну, конечно. Я просто знаю, что на самом деле есть молитва, которая обидящих и ненавидящих нас, и как бы наоборот нужно неплохо. То есть молитва не может быть, это что-то всегда святое, светлое. И нужно просто просить о здравии этого человека, о умягчении злых сердец. Вот как-то так, наверное. Господи, я молюсь о здравии, но ты его накажи. Нет, не обязательно не накажи, а скорее всего просто другая подача была, чтобы, может быть, он к тебе по-другому стал относиться. То есть именно умягчение его сердца, то есть почему-то он к тебе так относится, православный человек вообще не может думать, потому что накажи. Он думает наоборот, чтобы о умягчении как бы злого сердца, чтобы человек стал по-другому себя вести и более добрее, и любовь его в сердце появилась. То есть вот православный человек может как бы об этом молить. К сожалению, очень много таких вот обращений, да, с целью поменять кого-то. То есть много ситуаций, когда вот человек приходит и говорит, муж пьёт на работе, скандалы, вот Господи, что мне делать с этим всем? С этими людьми. Да, вот с этим всем вокруг. Понимаете? То есть вот ошибочно подход сам, что надо менять всё вокруг. Нигде Господь не сказал, что моим учением вы сможете поменять своих соседей, а он учит нас менять себя в первую очередь. И к себе, наверное, обращаться надо с этой проблемой. Вот сейчас я подхожу к вопросу, который я сейчас анонсировал. Он был с креста, когда он молился, да? И прости, мы бы не ведут, что творят. Вот нам золотой пример на все века племенной народа. Спасибо, спасибо, Виктор Михайлович. Да, Господь вот уже на кресте говорит, что о своих палачах, о своих мучителях своих говорит, что прости. Они просто начальники. О мучителях своих говорит, что прости, не ведут, что творят. Вот пример молитвы. А сейчас мы подходим к вопросу, который меня долгое время, особенно когда входил в церковь, даже мучил. Да, вот вопрос очень... Вот к нему нужно подходить серьёзно. Вообще в православии, в нашей вере, вообще всё нужно серьёзно воспринимать. Вот я сейчас вам прочту слова Господа. Он говорит. «Истинно, истинно говорю вам, о чём не попросите Отца во имя моё, даст вам. О чём не попросите Отца во имя моё, даст вам. Здесь я усматривал, да и усматриваю, некий ключ. То есть, если попросить во имя Господа Иисуса Христа, Небесного Отца, то всё, что попросишь, получишь. Я ошибаюсь, так или нет? Ну вот ведь так же получается». Ну сейчас, Ян Ильич, посмотрят нашу передачу, и потом к вам придут и скажут, что, извините, у нас ничего не получилось. А вот и мой вопрос. Объясните, что значит попросить во имя моё? Вот во имя Господа Иисуса Христа. Как-то особенно ведь надо просить, вот, и только тому дастся, кто просит во имя Христа. Вот если можно, давайте разберём этот, мне кажется, принципиальнейший вопрос. Как, что значит просить во имя Христа? Во имя Христа мы просим, конечно, то, что нам будет служить на добрые дела и наш духовный рост. Безусловно, если мы будем просить, например, образно говоря, «Господи, дай мне вот этот скоростной автомобиль». Вот дай, дай, дай. Ну, Господь знает. Или, что до первого дерева, до первого столба, или ребёнок, который стоит, значит, в колыбельке и увидев у матери блестящие ножницы, начинает орать во всё горло, «Дай мне, наверное, слишком дорогие глазки этого ребёнка для матери, чтобы дать эту желанную игрушку». Так и для Отца Небесного. Он знает, что нам полезно. И поэтому, когда мы просим, но не получаем, значит, это нам просто не нужно. И Господь, поскольку Он есть любовь, и понимает о том, что это недопустимо для нас, это опасная игрушка, Он нам просто её не даёт. Итак, просить во имя Христа – это значит просить что-то важное для спасения. Я так правильно понимаю. Будущее Христовым, исполняя заповеди Христовые, просить нужно, да? Ну, просим, конечно, то, что приклеило к нашему сердцу. Но Господь избирательно выполняет наши просьбы и как бы калибрует, образно говоря, калибрует то, что нам действительно будет на нашу пользу. Возможно, даже для нашего роста. Или хотя бы, ну, скажем, в бытовых каких-то условиях будет какая-то нейтральная величина. Но ни в коем образом не то, что будет вредить нашему или здоровью, или нашему духовному росту, или вредить окружающему и тому подобное. Вот, видится это именно так. Да, я согласен, что то, что служит нашему духовному росту, то, что служит спасению, то будет дано безусловно. Потому что, по большому счёту, человек знающий, человек духовный, он во имя Христа, опять-таки, во имя царя, сковородку, ну, подумайте, это немыслимо. Поэтому во имя Христа он может просить только Христова. Только, Господи, дай мне сил выдержать испытания. Господи, дай мне возможность приблизиться к Тебе ещё сегодня хоть на немножечко. Вот это и с точки зрения Бога Отца и Бога Сына и Духа Святого для нас другого-то нужного в этом мире нет. Поэтому, да, мы, если мы будем стремиться к этому и просить, оно дано будет нам. Но почему-то, да, эти слова в основном вспоминаются только тогда, когда нужен скоростной автомобиль. И люди не просят у Бога выдержать искушение какое-то, греха, а вот они просят дай. Если я правильно понимаю, просить во имя Христа означает ещё и быть христианином, собственно, быть тем, кто ищет Царство Божие, о котором мы говорили. И в таком состоянии поиска Царства Божия, если мы просим у Бога Отца, то тогда мы и получим. Вот. И, кстати, мы сегодня говорили в начале программы, если мы просим главного, то и то, что не главное, Бог знает, Он приложит это не главное, если мы просим о главном. Если мы меняемся ради Бога, значит, Господь даст и то, что нам нужно. Вот. Мы-то в глубине сердца хотим быть здоровыми, но не решаемся попросить. Господи, а вот Господь знает наше прошение, нашу, Господь знает наше не прошение, а нашу заботу, нашу тоску и даёт, даёт тому, кто его, кто свой. А вот, Борис Крич, мы говорим как раз, да будет воля Твоя. То есть просить-то мы просим, но молитвёт Чинашку всегда добавим, да будет воля Твоя. А сказано в Писании, воля Божья есть освящение наше. Мы сейчас к молитве Господней подойдём. Я только хочу попросить внимания наших гостей в студии. И не только. Давайте припомним, может быть, какие-то случаи, когда по молитве человек получал ваш знакомый, или вы читали, или вы встречали в житиях, вот как угодно. Давайте приведём пример для наших телезрителей, как Бог отвечает на молитву. У нас был такой случай, есть парень, волонтёр Ионинского монастыря, и он попал в очень сложную ситуацию, у него была операция, и мы собрались, в принципе, все, кто хотел, в Ионинском монастыре был владыка Иона, и мы просто, был молебен о здравии. И потом оказалось, парень, он не знал, что молебен, и он говорит, мне было так легко, как-то вот, и всё, очень всё легко прошло, безболезненно, всё быстро. И вот как бы вот такая первая реакция. И у моей подруги, у неё были проблемы со здоровьем, мы поехали в Кипячье, там, в принципе, целый день провели, и потом приехала, она сделала анализы, ей не нужно было делать операцию. Спасибо. Слава Богу, можем только сказать, да? Кто-то ещё хотел сказать? Пожалуйста. Ну вот, вспоминая студенчество, когда я шёл сдавать экзамены, то просил у Бога, Боженька, помоги знать этот предмет. И попадался билет, который ты знаешь, и чётко ты на него отвечал, и всё получалось хорошо. А вот ещё такая ситуация, когда, допустим, летишь в самолёте, и воздушные ямы, и самолёт трясёт, и люди, те, которые не верят даже в Бога, говорят, Господи, спаси и помоги, чтоб всё было хорошо. Спасибо. Спасибо, да. Вот когда, да, як тревога, то не до Бога. Мы знаем такую украинскую поговорку. Ну что ж, спасибо, завершая вторую страницу, самую большую страницу нашей программы. Что мы скажем? Что Бог слышит наши молитвы, и Он исполняет, исполняет эти молитвы? Если мы христовы, если мы христиане, если мы просим для важного, для спасения, не надо бояться просить и в житейских нуждах. Своих Господь не оставляет. Никогда не нужно в молитве что-то воображать, визуализировать, представлять. Это вредно, это вредно для нашей души. Вот, собственно, с этим мы переходим к третьей небольшой нашей страничке, последней, где мы поговорим о одной единственной молитве. Пожалуйста, внимание на экран. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидит царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. Аминь. Отче Виктор Михайлович, вот за оставшееся время давайте разберем для наших зрителей, прежде всего, молитву Господню. Чем эта молитва отличается от остальных молитв? В чем ее такая важность? Она проста, она не метафорична, как, скажем, псалмы, невозвышена. Она очень предельно проста, как хлеб. Лаконичный. Очень четко, ясно, как вот я вам говорил, как камень, которым надо поражать свои страсти. И вот, собственно, сам, почему для нас она цена? Потому что ее дал сам Христос. То есть не просто вот она как-то там в традицию вошла, там тот святой, этот, этот. Это, конечно, безусловно, очень ценно, но самая ценная ее, эта ценность, то, что из уст спасителя она была доведена. Она предельно проста и она просит самого необходимого. Мы видим, хлеба, хлеб какой. Ну, в широком смысле хлеб. Мы понимаем, здесь хлеб насущный, действительно, чтобы поддерживать наши интересные силы. Это хлеб духовный. Вот. значит, спасение нашей души и хлеб евхаристический, который мы потребляем во время Евхаристии. Ну, и то, чтобы он нас не испытывал больше наших сил. Совершенно точно, да. Избавил от лукава. И да, и вот опять-таки возвращаемся к духовному миру. Вот, чтобы молитве, даже в этой молитве мы видим, что это все-таки страшно, это все-таки опасно, и эту опасность мы тоже просим Господа, чтобы он нас защитил от нее. А вот Отче наш, сущий на небесах, для наших телезрителей, которые только подходят к вере, это где, на небесах, это где? Это исходя уже из, ну, как истории и традиций, да, церкви. Небеса – это то, что было создано, то, что было создано Богом. То есть то, что это не значит вот наше небо. Потому что вот эти небеса – это как раз твердь. Это твердь, да. А Бог, есть такая вот, мы говорим о том, концепция, Он обитает в неприступном свете. Вот этот неприступный свет и то небо, ну, конечно, совершенно другая временная пространственная категория. Мы не можем дать. Бог выпадает из континуума времени, пространства и материи. Он такая страшная, грозная и в то же время любящая величина, что Он обитает в неприступном свете. А вот мы просим в молитве Господней «Да светится имя Твое!» «Да светится имя Твое!» Когда светится имя Бога? И как это? «Светится имя Бога!» Когда Его святят люди. О, интересно! Потому что ангелы, и вот ангелы служат Богу, ангелы просвещают, вернее, я говорю, ангелы святят Его имя. То есть, а люди, к сожалению, часто бывает, этого имени даже не знают. Ну, а те, кто знает, ну, относятся к этому не как к имени Бога, не как к святости, не как к высшему святому духу, а, ну, вот, кому-то, кто исполняет желания, или кто там исцеляет родственников. Как же человек, то есть, молящийся, он желает, чтобы вот имя светилось, то есть, светиться имя, как бы через его жизнь. Вот, как говорил Господь, чтобы люди, видя ваши добрые дела, прославляли Отца Небесного. Но сами мы слепы, жалкие нищенаги, поэтому мы не можем поднять такое, на свое рамя, на такое бремя. И поэтому мы просим, Господи, войди в пространство моей жизни и светись через мои поступки, дела, слова и тому подобное. То есть, должно светиться имя Божье. Да. Вот, именно нашими поступками, нашими словами, деяниями светится имя Божье. Как святой Исаак Стирин говорит, что правда Божья познается силой жития. Но вот мы только, чтобы жить так, мы можем только подчеркнуть силу у Бога в молитве. А вот что мы просим, когда мы говорим Богу, да будет воля Твоя, да будет воля Твоя. То есть, не моя, да. Твоя пусть будет воля. Это точно так же, как вот, когда, знаете, ребенок послушный просит что-то у родителя, а родитель говорит, что подожди, тебе это сейчас рано или тебе этого сегодня нельзя. И ребенок, один ребенок, он начинает капризничать, он начинает требовать, а другой, он говорит, да будет воля Твоя. То есть, даже отношением своим, поступком каким-то, точно так же и мы. То есть, Господи, хлеб наш, Вот мне надо сегодня вот это, но твоя воля, потому что я ее, может быть, и всю и не знаю, я не знаю о себе ровным счетом ничего, поэтому, может быть, это будет мне не полезно моему спасению, поэтому лучше твоя воля пусть будет, хоть я это и хочу, но да будет твоя воля. Это замечательно, человек смиряется перед Богом и говорит, я не хочу моей воли, пусть будет воля твоя. И Господь сам, когда молился в тяжелые гефсиманские минуты, да, вот он тоже являет нам именно это вот. Не моя воля, но твоя. Вот всегда волнуюсь, когда слышу эти слова или читаю их, вот, да будет воля твоя, говорит Господь, зная, что его сейчас распнут, вот, что его отведут на распятие, вернее, его схватят и отведут на распятие, все зная это, он говорит, да будет воля твоя. Вот величайшее смирение здесь проявляется. О хлебе насущем мы сказали, а вот оставя нам долги, о каких долгах идет речь? Это имеется в виду грехи, которые против наших ближних, условия прощения нас Господом, условия обязательно только такое, что если мы будем оставлять эти грехи, прощать всех, кто против нас грешил. Вот это очень тяжело, безусловно, мы знаем, как это тяжело, подставить другую щеку и тому подобное, и тому подобное, вот, и ты скажешь, ну что же это замордует человека, но это немножко другой смысл, это замкни грех на себе. Вот если мы этот грех замкнем на себе, вот есть такая притча, она очень короткая, когда начальник, очень большой босс отругал своего, ни за что подчиненного, тот второго поймал, чиновника помельче, а тому уже некого наказать, зал наказал уборщицу, она побила сына своего. Ну, сын, уже совсем некого, мальчишки, взял, пнул собаку, но когда шеф выходил из подъезда, из своего офиса, то собака искусала этого шефа. Вот это все как бумеранг, оно возвращается, в общем, Господь говорит, подставь щеку, это не в буквальном смысле, это замкни грех, да, больно, да, неприятно, да, действительно, ты страдаешь от того, от тех, но ты замкни, Господь так нас учит. И тут очень принципиальный момент, остави нам долги, то есть проси нам грехи, как и мы прощаем, как и мы прощаем. Есть такая старая и очень мудрая формула, вот, на Пасху, когда все просят там, вернее, прощенное воскресенье просят прощения, да, прощенное воскресенье просят прощения, а есть такая старая формула, пусть меня Господь просит, как я тебя прощаю. Это более категоричная, более жесткая, но более правильная форма, говорит, пусть меня Господь просит, так я тебя прощаю. Тут уж ничего не сделаешь, если Господь не просит, то да. Писание говорит, что даже это настолько важно, прощение близкого, что это важнее даже, чем жертва Богу. Даже если жертва уже на жертвеннике, а ты вдруг вспомнил, что кто-то из близких имеет на тебя что-то злое, оставь жертву, прекрасную строчку, и иди, и попроси прощения, это, ну, нет ничего важнее, чем вот эти слова, которые отображаются в Господней молитве. Да, ну вот, видите, какая глубина, дорогие наши зрители, вы знаете, если бы мы посвятили всю программу только молитве Отчина, Господней молитве, Христос ее дал, нам бы не хватило бы программы, а можно посвятить цикл программ, и тоже не будет хватать. Я просто благодарю сегодня наших гостей, наша программа подходит к своему завершению, я благодарю наших гостей, и хочу сказать, что тема молитвы, она не была нами даже близко не исчерпана, мы только отметили ее, не более того, но уже это одно говорит, какая глубина, какая радость быть православными христианами. Ну что ж, дорогие друзья, если ни у кого нет никаких вопросов, никаких замечаний, мы будем постепенно выходить на финал нашей программы. Я благодарю отца Игоря, я благодарю вас, Виктор Михайлович, я благодарю нашу студию. Вот что я хочу сказать. Люди, еще не пришедшие к вере, не вошедшие в Церковь Христову, они проводят жизнь часто такую суетную, напряженную, они постоянно решают проблемы, они заняты серьезными вопросами, они страждут от того, что задуманное не получается, они ищут выхода в кризисных ситуациях, в стране, в мире, они утверждают свою правоту в борьбе с неправотой своих оппонентов, и не выходит, не получается. Жизнь современного человека, она достаточно напряженная и, в общем-то, нерадостна. Нерадостна. И в то же время, вот когда человеку неверующему кажется, что вот он такой значительный, решает судьбы мира, судьбы своей страны, в это время, где-то в маленьком храме, или не в маленьком, где-то в деревне или в городе, какие-то люди стоят на молитве и молятся. О властях и воинстве. О своей стране. Вот о том, чтобы сохранилась церковь, наша земля, а враги нас не очень беспокоили. И вот я скажу сейчас вещь, которая, может быть, для людей неверующих будет совершенно неожиданной. Вот они подлинные защитники нашей земли, и по их просьбе к живому Богу, если что-то происходит хорошее, то вот по их просьбе. И вот они являются главными охранителями нашей земли, нашего государства, нас всех, по их молитвам, по молитвам святых, которые жили на нашей земле. Вот мы еще с вами живы. Дорогие наши зрители, присоединяйтесь к этому воинству молящихся, и вы, может быть, будете, нет, не может быть, а точно, будете делать самое главное дело своей жизни – обращаться к Богу с молитвой. Спасибо вам большое за внимание, и до новых встреч в программе «Лестница в небо» на канале «Киевская Русь». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова